Мало какие профессии дают возможность оживлять неодушевленные предметы, но эти люди творят чудеса. Всю жизнь они играют в куклы, заставляя других поверить в то, что это не просто игрушки, а действительно живые существа. Зрители театра «Кукол» грустят и радуются вместе с персонажами спектаклей, переживают их взлеты и падения. А приходят в эту порой незаметную, но способную исцелять душ и профессию, большие труженики. И сегодня они сами расскажут, почему выбрали этот путь, в чем особенности работы артиста-кукловода, и почему, несмотря на безграничную любовь к своей профессии, многие из них все-таки не пожелали бы такой участи своим детям. С вами Елизавета Медведкина, вы смотрите программу «Степень культуры». В 2014 году Тверской государственный театр «Кукол» отметил свое 70-летие. Со дня основания на его сцене состоялось более 300 премьер. Традиции, сложившиеся за годы существования театра, бережно сохраняются и приумножаются. Это выражается в подборе репертуара, основу которого составляют произведения Золотого фонда мировой литературы, и в освоении современных форм сценической выразительности. В этом прежде всего заслуга художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств Сергея Белкина. С 1989 года вы ставите спектакли. Скажите, чем постановки 25-летней давности отличаются от того, что зритель видит сегодня на сцене театра «Кукол»? Вопрос такой сложный, и ответить на него так сразу непросто. Конечно, надо говорить о том, что сам театр, как театральное искусство за 25 лет, с 1989 года, конечно, существенно изменился. Сам театральный процесс, он привел театр несколько в другое русло, и у театра появилось другое лицо. Может быть, еще и потому, что сам зритель стал другой, нежели он был 25 лет назад. Сегодняшний зритель, он более требовательный, он более грамотный, и вместе с тем, как это ни странно прозвучит, более неискушенный. 25 лет назад такого не было. Тогда и мамы, и папы, и все наше государство участвовали в воспитании детей. Сейчас по-другому. Также и театральное искусство, оно должно не идти сзади, а быть немножко впереди. Поэтому мы стараемся свои спектакли делать более интересными в смысле средств выразительности. Вот на сегодняшний день, конечно, это на шаг на два, на три впереди, нежели это было еще пять лет назад. А для кого спектакли ставить сложнее? Для детей или для взрослых? Наверное, сложнее ставить для детей. Потому что взрослый, как это ни странно, он больше простит, чем ребенок, который не поверит. На какие темы, как вы считаете, вот сейчас в наше время стоит говорить со зрителем? Я думаю, что темы не изменились. Потому что театральный язык, театральное искусство и наш театр, прежде всего, говорят языком театра о борьбе добра со злом. И вот эта тема, она вечная, она не изменится никогда. И что бы мы ни ставили, мы все равно увидим на сцене конфликт добра и зла. О чем говорить сегодня? Ну, согласитесь, сегодня, наверное, вопрос о доброте сердца, наверное, очень актуален и особенно среди детей. На лугу веселый бал был открыт весною, на трубе комар играл раннюю порою. На трубе комар играл, шмель мохнатый танцевал, шмель мохнатый танцевал, желтою пчелою. Сами актеры говорят, что театр кукол – это большая семья. Но для того, чтобы стать членом этой семьи, все же нужно пройти кастинг. Вот на этом этапе как можно понять, что один человек сможет стать артистом-кукловодом, а другому это не дано? Я всегда говорил, что актер театра кукол, он может больше, чем актер драматического театра. Или, вернее, не так. Он может все то, что может актер драматического театра, плюс еще к этому свою актерскую профессию в театре кукол. Наверное, самый большой дар для актера театра кукол несколько иной, чем для актера драматического театра. Если актер драматического театра исследует психологию образа и пытается собой ее показать зрителю, то актер театра кукол прежде всего оживляет неживое. И, наверное, вот это самое важное качество, самый важный дар, которым должен обладать актер театра кукол. Прославленный режиссер Константин Станиславский как-то заметил, если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может и не стоило бы класть в него столько труда, но театр есть искусство отражать жизнь. Артисты-кукловоды общаются на вечные темы со зрителем особым театральным языком. Но почему в одних руках кукла начинает говорить, а в других так и остается безжизненной игрушкой, сделанной из поролона и тряпок? И кто эти люди способны творить чудеса? Софья, расскажите, как вы пришли в эту профессию? У меня семья творческая. У меня папа режиссер и мама режиссер. Правда, они режиссеры народного театра. И я выросла в творческой семье, но они занимались массовыми мероприятиями. И в моем городе, где я выросла, там нет театра. И буквально после того, как я закончила школу, появился у нас камерный театр. И я ходила, смотрела на актеров. И мне всегда хотелось в эту атмосферу окунуться. И не говоря никому, я подготовилась, подготовила программу для поступления в институт. И тем самым шокировала своих родителей, что я тоже пойду в эту профессию. Я поступила на кукольное отделение, которое открыло просто невозможное пространство в сфере театрального искусства. Потому что театр «Кукол» — это синтетический театр, он театр больших возможностей. Есть очень много фестивалей, особенно за границей. Люди приезжают, показывают возможности. Это не только театр, который мы привыкли видеть. Это сцена, занавес, но это уличный театр. Он также, вот Петрушка — это прежде всего площадное действие. Люди показывают, ищут, работают над этим. Это безумно интересно наблюдать за процессом, а еще интереснее участвовать. В общем, процесс обучения, он не закончился после института, потому что институт — это одно, театр — это совершенно другое. И вот этот процесс, он не заканчивается, и вот этим интересно. Каждый раз ты берешь новую куклу, осваиваешь ее систему, ищешь характер, смотришь на маску, подбираешь голос. Постоянный процесс, 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 ты получаешь безумные удовольствия, просто колоссальные. Это надо быть фанатом этого дела, чтобы им заниматься. А вот родители, которых вы изначально шокировали тем, что вот решили пойти в театральный, как сейчас относятся к вашей профессии? Они, вы знаете, они удивляются, потому что на самом деле вот я кукольных спектаклей до института я не видела никогда. Да. И мои родители фактически то же самое, как бы не посещали именно театр кукол. Какое-то вот удивление, что ли, люди не понимают, как это происходит. Это вот волшебство. Это правда волшебство, оно не только для ребенка волшебство, но и для взрослого. Потому что театр кукол это, прежде всего, конечно, детский театр, но не только. Есть безумно интересные взрослые спектакли. И как их художник и режиссер видит в куклах, в кукольном воплощении, это еще больше завораживает. Виталик, на паузу поставь. Ребята, первое движение у курточки сделайте. Вот как вы делаете? Оля, расскажите, как давно вы работаете в Тверском театре кукол и как вы вообще пришли в эту профессию? Я работаю уже девятый год. В эту профессию я пришла с 12 лет, думала. Ну, в 12 лет у меня мама взяла с собой в Санкт-Петербург, мы поехали. И когда мы гуляли по Эрмитажу, я представила себе, что я Екатерина. Мне было 12 лет тогда. Ну вот, мне мама потом сказала, ты не хочешь поступать в театральный случайно? Я, нет, нет, ну как так, я не смогу. Ну, все-таки я потом, прошли годы, я поступила в театральный. Поступала на драму сначала. Так как я была очень маленькая, метр пятьдесят пять, а там набирали высоких. Меня не взяли на драму, но я сразу на куклы. С детства я мечтал стать актером. Актером стать мечтал драматическим. Но когда поступал в институт, у меня был рост метр шестьдесят пять. И меня взяли в театр кукол. Вначале, конечно, было как-то не по себе. Но потом вовлекся, как бы, и вот. И по окончании института я поступил в этот театр. Вы из детства мечтали об актерской профессии? Ну, что-то вроде того. Сначала хотел быть водителем, но что-то творчество взяло вверх. Ну, это счастливый случай. Я театральному училищу не заканчивала. Училась в культ-профет-училище нашем. Был дипломный спектакль по Жуховицкому «Одни без ангелов». На спектакль был приглашен Александр Миронович Львовский, главный режиссер театра кукол, тогда Калининского. Ну, я ему понравилась, и он приглашал мне работать в своем театре. Так уж сложилось, что артистами-кукловодами зачастую становятся те, кто изначально не поступил на драму. Но поскольку сам Институт театрального искусства был рожден и развит именно в нашей стране, вопрос о несостоятельности артистов-кукловодов по сравнению с актерами других специфик в России не актуален. Русская драматургия театра кукол утвердилась на рубеже 19-20 столетий и стала феноменом, который повлиял на ход развития мирового искусства. И сегодня, наряду с теми, кто выходит на сцены драматических театров, кукловоды получают звание народных артистов России и завладевают зрительскими сердцами. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Хорошо! Отлично! Как говорит ваш художественный руководитель, актер театра кукол умеет все то же самое, что и драматический актер, только еще больше. Да, абсолютно прав. А почему же тогда в большей охоте люди идут работать в другие театры? Ну, не знаю. Может, нам платят больше или от этого. Может, непрестижно на детей как-то играть в детских спектаклях, может. Поэтому мы можем и с куклой, и можем с живым планом с тобой играть. Очень много актеров-кукольников ушли в драму, но очень мало из драмы ушли в куклы. Вот очень мало, я так знаю, актеров. А вы сразу хотели в кукольный попасть? Ну, я сначала хотел в театр, а взяли на куклы, и я не поздалил. Вы довольны, знаете? Да, я этим доволен. Понимаете, наша профессия, она все равно подразумевает, что актер должен быть спрятан свое, то, что он имеет внутри, передает через куклу, вроде неживое существо. А в драмтеатре ты можешь выйти, и ты можешь своим лицом, своей пластикой какие-то, да, показать свои эмоции, свои переживания. Может быть, больше то, что контакт со зрителем, хотя у нас тоже зритель всегда учитывается. Чисто кукольный спектакль, живой план есть, зрители учитываются всегда. Работает кукла через зрителя, режиссер из зала кричит, через зрителя работаете, зрителя цепляете. Вот понимаете, вот все равно зрительный зал – это все. Для него мы работаем, в конечном счете, драма, тюзь, куклы, только для зрителя. Я пошла на факультет театра кукол. Конечно, я сначала думала, как так, куклы, как я должна живым планом ходить, играть, что за ширмой всю жизнь. А потом я узнала, что действительно театр кукол – это не только ширма, это разные абсолютно куклы, планшетки, тростевые куклы, штоковые марионетки, обычные марионетки. Это очень интересная профессия, мне очень нравится. И я считаю, что я сделала очень правильный выбор в своей жизни. Потому что я вот всю жизнь молодая. Я себя на свой возраст не чувствую как бы. Я чувствую себя намного моложе, потому что я работаю еще с детьми. Дети, они приходят, и видеть их глаза – это большое счастье для меня. Зачастую вам приходится играть в таких спектаклях, где актеры находятся полностью за сценой. Вот очень интересно, что представляет артист-кукловод в тот момент, когда видит перед собой глухую стену и не видит зрителя. Мы смотрим не на стену, не на сцену, не туда. И наш взгляд, он направлен на куклу, как она двигается. Если мы будем смотреть на стену, то мы, естественно, не увидим, что она делает. Поэтому мы смотрим всегда, что делает взгляд на куклу всегда. Их движение, и его палатки. А как вы определяете реакцию зрителя? Ну, слышно же ее. А звук? Да, конечно. Без этого никуда. Дети, они же эмоциональные, они бывают и грустят, бывают подсказывают даже. Бывают такие вещи, когда они подсказывают. Внутром, сердцем все равно чувствуешь. Ты зацепил его. Вот был спектакль «Малыш и Карлс». У меня играла малыша. И вот это совершенно трогательная сцена. Партнер, заслуженный артист Саша Мистеров работал, Карлсина. И вот это такая трогательная сцена. И вот взял затихал. И ты понимаешь, что вот, да, вот то, что у тебя здесь есть, ты им передал. Это что же? На призыв о Афродита корова прибежит ко мне на помощь! А как сделать так, чтобы вам поверили, вот чтобы эта кукла действительно заговорила на сцене? Ну, во-первых, это очень сложная работа. Например, создается новый спектакль. Нам уже говорят, какие мы будем играть роли. Например, мне говорят, там роль, например, кошки. Я иду в цех. Ищу вот с самого начала, с Гапита. Я уже начинаю ходить, смотрю, чтобы мне было удобно. А потом также выдаются пьеса, текст. И я уже начинаю, глядя на лицо этой куклы, да, я уже начинаю смотреть, какой у нее мимика. Например, губы какие у нее, глаза. И уже я под это начинаю голос искать. То есть я уже вкладываюсь полностью, свою душу туда вкладываю. И еще, конечно, мы должны уметь работать куклой, потому что простой актер, который не учился на театр кукол, не знает вот этих азов, самых начальных, он не сможет. В каждом спектакле команда постановщиков придумывает жизнь персонажа, изготовленного в кукле, его биографию. И когда актеры говорят, что кукла оживает на сцене, это не просто слова. К персонажам спектакля в театре кукол особое отношение. Вот вы с таким трепетом говорите о куклах. Вот что вообще, какое они для вас значение имеют? Очень сильное значение, потому что каждая кукла, она чувствует, она видит, и она даже обижается, если, например, что-то начинаешь, там, вот я не хочу, вот у меня, например, плохое настроение, я прихожу, и кукла это чувствует. Я пытаюсь, стараюсь, а она у меня ничего не делает. Она, ну, ходит, говорит, но она просто, если я буду без чувства, и она будет без чувства, она на меня может обидеться, она может где-то сломаться, в ненужный момент во время спектакля. Бывало такое? Было, было много раз. Когда и кукла ломалась, и там с тросточкой что-то, смотрю, раз, висит рука еще. Мне очень, мне кажется, они живые, я даже у меня такие мысли, мы уходим домой, а они просто оживают и ходят, не знаю, мне всегда такое было чувство. У меня никаких пугающих мыслей на этот счет не возникает. Бывают пугающие мысли, был такой момент, когда выключили свет, у нас был спектакль здесь, и куклы остались, и мне нужно было на сцену за пьесой пройти, я забыла, когда захожу на сцену, темнота, смотрю, господи, висят, и мне как-то стало жутко, немножко не по себе, но я нашла пьесу и быстренько убежала. Но это был один раз в жизни, когда я была молодой, пришла только в театр. Это не ваш корабль! Мой! Я его закладила! Вы назвали куклу существом, а как вообще актеры относятся к куклам? Для обыденного зрителя, для обычного человека, кукла есть кукла, кукла игрушка, кукла там, неживое существо. А мы общаемся с ними, ну как вот живое, называем любя, мальчик там, девочка, где мой мальчик, а, убежал, вот ты где, нехороший человек, там бывает такое, мы с ними общаемся, так же вот как с людьми, как вот, мы считаем, что это живое существо, и как бы ронять, бить их не стоит. Мы относимся к ним, как к живому существу. Бывает, что кукла для актера беда, она уходит у него из его власти. Я уже говорю о каких-то мистических случаях, но бывает так, что кукла настолько точно рождена актером и режиссером, что ее способности, ее возможности до конца и не изучишь, и не понимаешь. Вот у нас есть ряд спектаклей, которым уже по 20 лет, и когда их репетируешь, видишь, что каждый год этот персонаж преподносит какие-то сюрпризы, какие-то новые краски. Это значит, что кукла не умерла, персонаж живой, и кукла продолжает развиваться и жить вместе с актером. А бывает так, что кукла меняет актера. Другой актер берет его руки, и она живет по-новому. Ну, если хотите, наверное, весь смысл театра кукол в том, чтобы кукла родилась, персонаж родился. Театр кукол – это не только сцена и артисты, это еще и люди, которые трудятся над созданием сказочных персонажей. И этот процесс сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Мария Ожегова никогда не думала, что станет художником-бутафором. Это достаточно редкая профессия. Но после Венециановского училища она оказалась в дружной театральной команде. Маша, понятно, что создание куклы – это очень трудоемкий и сложный процесс, в котором задействовано огромное количество людей. Но а в чем заключается именно ваша работа? Наша работа как раз заключается в создании кукол, создании декораций по эскизам художника. Для начала мы по эскизу художника отливаем головы для изготовления кукол. Вот они из папье-маше. Вылепливаем все это. Потом у нас отдается все это механикам, конструкторам. А потом она уже идет в швейный цех. И там ее обшивают. Она уже приобретает какой-то вид определенный. Одевают ее, да? Да, да, да. И вот так вот у нас куклы гуляют из цеха в цех. А с декорациями тоже создаем по эскизу художника. Если это нужно, какой-то реквизит. Тоже процесс идет, если нужны конструкторы. Потом к нам. Вот. Швейный цех опять же. Да уйди отсюда! Получается, что именно от вас по большей части зависит то, как будет кукла выглядеть, какой она будет иметь характер. Вот прежде, чем приступить к работе, вы знакомитесь со сценарием, может быть, или обсуждаете с кем-то это? Да, конечно. Ну, конечно, у нас проходят художественные советы, на которых художник с режиссером вместе представляют спектакль, его принимают, и потом уже все это с эскизами, с техническими чертежами приходит к нам. Естественно, мы читаем пьесу, нам дают, чтобы ознакомиться, дают эскизы, чертежи, вот, и мы приступаем к созданию спектакля. Визуально уже понемножку-понемножку складывается в основной вот образ куклы. Очень интересно, на самом деле, когда вот с чертежей, с эскизов получаются вот какие-то уже объемные вещи, когда уже кукла начинает оживать, сказать, приобретать свой вид. У многих куклы связаны с такими мистическими представлениями. С вами случалось такое, что когда вы создаете какого-то отрицательного или, может быть, страшного персонажа, кукла вас пугала? Ну, лично у меня такого не бывало. Я почему-то люблю всех кукол, которых создаю, а они обычно такие, ну, очень добрые. Но говорят то, что здесь некоторые спектакли бывают, когда вот действительно очень такие жуткие куклы получаются. По-моему, старый спектакль «Карлик нос», там была «Ведьма», которую все боялись, дети боялись. И сотрудники, да. Ну да, у меня был действительно такой жутковатый немножко вид. Арина, понятно, что случается такое, что спектакли отживают свой срок, и куклы уходят со сцены. Скажите, какая судьба их ждет после того, как они уже отработали свое? Никакие куклы, конечно, уже не выбрасываются, и каждая находит где-то свой дом, свое пристанище. В этих витринах сохранились куклы 60-х годов. К сожалению, с 40-х годов кукол не осталось. В архивных витринах находятся фотографии основоположников театра. Это Шорохов Константин и Николай Лукьянов, которые организовали на базе театра юного зрителя такое направление, как театр кукол. Вот я уже слышала такое мнение, что театр кукол это как одна большая семья. Вот что вы можете сказать о коллективе вашего театра? Я могу только это подтвердить, потому что у нас спектакли, они сложны технически. В отличие от драмы, актер выходит, и на что он способен, то он его дает на сцене. А здесь все еще зависит от своих партнеров. От коллег. Это даже не партнер, а соавтор твоего образа. Потому что очень часто работая куклой, ты не можешь один сделать того, что хотелось бы. Там ножки, движения руки, не хватает, да, вот как-то. И приходит твой коллега и помогает тебе. То есть он должен чувствовать как ты, понимать, что ты хочешь сделать. Конечно, мы это все обговариваем, мы заранее репетируем. И вот то, что у нас внутри спектакля все время взаимопомощь, и независимо, 40 ты лет отработал, ты приходишь на помощь и помогаешь носками, ручками, или ты только пришел, приходишь и помогаешь. У нас такого разделения нет, и поэтому действительно очень дружно, и мы семейные такие. Вот, мне кажется, очень простой, веселый спектакль. Никакой там психологии нет, ничего, да. но три человека работают на кукле. И эти три человека должны уважать, понимать друг друга и еще слышать, что режиссер сказал. Мы здесь любим, мы здесь вместе грустим, вместе веселимся. То есть у нас семья, хорошая семья. Каждый не из-за себя, а вот если что-то случится у человека, тогда мы придем обязательно на помощь. То есть такого нету. вот отдельно, отдельно, отдельно. Мы здесь все вместе, плотчен коллектив. Вы друг друга выручаете, вот вы говорите, один подходит, один работает. Он помогает, конечно, потому что человек смотрит, что ты уже стоишь, у тебя уже вроде бы еще сцена, ты стоишь, остальные разговаривают, диалог у них идет. Бывает кукла неудобная, и ее берешь даже вот в рьеты, у нас мы танцуем, и ему немножко неудобно, начинают болеть кисти. Бывает момент, когда уже идет репетиция, что уже кисть просто не чувствуешь, она немая, и может просто вот так кукла упасть. Уже потом бывает такое, что актеры подходят другие, ты стоишь с куклами, тебе руку держат, потому что уже невозможно, такая ломота идет бывает. Ну это так, это мелочь. Вы бы пожелали своим близким такой профессии? В этой профессии свои амбиции нужно спрятать очень глубоко-глубоко. Ты зависишь от художника, ты зависишь от композитора, ты зависишь от осветителя, который вот, я только сюда могу вот дать свет, и уж, конечно, ты зависишь от режиссера. Получаешь роль, тебе уже начинаешь там что-то у тебя, а у режиссера совсем другие планы на этот образ, и перестраиваешь, сломаешь себя, вот все равно ты должен сделать так, как постановщик решил сделать. Поэтому нет, это очень зависимая профессия. А за что тогда ее стоит любить? Когда ты чувствуешь, что зал притих, а может быть, даже и захлюпал где-то носиками, потому что у нас были такие спектакли, и думаешь, да бог ты с ним, что у меня руки-то болят, и что ты целыми днями на репетиции с утра до вечера был, ну, ты пришел к тому, чего хотел добиться. Если, например, тебе выпало судьбой работать здесь, то ты должен, если ты пошел в эту профессию, ты должен ее любить. Я не знаю, есть бухгалтер, он, наверное, любит, не любит. Я иногда устаю на спектаклях, бывает, господи, вот лучше бы я сейчас сидела бухгалтером, писала, а потом, нет, я не смогу без этого прожить. Я хочу, я хочу выходить. Я люблю, знаете, почему театр? Потому что есть зрители, которые дают мне вот эту энергию. Самое главное, это аплодисменты, это такое счастье. Ты выходишь на сцену, и вот они сидят, они смотрят, вот эти глазки детские, они на тебя, и ты хочешь для них, и потом в конце вот это для актера, самое главное, это аплодисменты. Это вообще классно. Потом поклоны, это самое лучшее, мне кажется. Я всегда считал, что сцена не зря поднята над залом. Не для того, чтобы лучше было видно. Сцена, в своем роде, она возвышает актеров над публикой. И если это происходит не механично, а символически, образно, по-настоящему, когда спектакль и вся постановочная группа, она бывает неожиданно для публики, интересно для публики, когда она за собой поведет, когда в зале смеются и плачут, когда зритель в зале неравнодушен к происходящему, наверное, этот театр, хорошо, что он есть. У нас не бывает пустых спектаклей. Не надо норовоучения, вот дидактики какой-то. Просто поговорите. А это, а это что? А почему это? Мне кажется, на земле так много добрых людей было бы еще больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова